В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Вячеслав Горланов. Здравствуйте. Начинаем с информации о смертельном ДТП, которое произошло накануне в Новосибирском районе области. Один человек погиб, двое получили серьезные травмы. Все случилось примерно в 16.00. Хюнде врезался в ассанизаторскую машину. За рулем Соляриса был 22-летний мужчина. Он ехал по улице Промзона, это в Кольцово. Направлялся в сторону поселка Железнодорожный. По предварительной информации, решился на обгон у дома номер 61 и столкнулся с попутным КамАЗом, который в тот момент поворачивал налево. Необдуманный маневр привел к трагическим последствиям. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинские учреждения были доставлены два пассажира автомобиля «Хюндай». Один из пассажиров в последующем скончался. Личность пассажиров в данный момент устанавливается. На месте дорожно-транспортного происшествия работают следственные оперативники в Новосибирскому району сотрудники госантоинспекции. Не заметил ребенка. Благо, тот выжил. ДТП с участием юного пешехода зарегистрировали в Ленинском районе Новосибирска. Семилетний мальчик переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения в зоне нерегулируемого перехода улицы Хилокской. Правил не нарушал. А вот водитель «Тойоты» 1983 года рождения явно поспешил и сбил человека. Пострадавшего на карете скоро вывезли в больницу. Правоохранители выясняют детали случившегося. По ножовщиной закончилось оформление, на первый взгляд, банального ДТП на трассе в Бердске. Причем ранение получил аварийный комиссар. А все начиналось как обычно. Варком Андрей с напарником приехали в новый поселок под Новосибирском по вызову одного из участников аварии. На том месте на трассе столкнулись с легковушкой больших груз. Образовалась большая пробка. Пока аварийный комиссар делал замеры и составлял схему происшествия, на него налетел кошеринговый автомобиль. Неадекватный водитель даже не остановился. А варкомы бросились в погоню на попутном такси, но когда прижали машину лихача к обочине, обидчик выскочил с ножом. Вот это видео. В попытке утихомирить Буяна Андрей получил ранение в ногу. И снова невменяемый пилот попытался скрыться. Пришлось вызывать группу быстрого реагирования Росгвардии. Бойцы не дали лихачу долго бегать и вскоре задержали в Академгородке. Правда, к тому моменту тот уже бросил автомобиль и попытался замести следы. Подозреваемого передали в отдел полиции. А комиссар снова выезжает на ДТП. Рана оказалась неглубокой. Там же в Берске во время покраски вспыхнул автомобиль в одном из гаражей. Ремонтники сами не смогли справиться с огнем. К месту ЧП произошло все в боксах рядом с торговым центром АСТОР. Прибыл расчет МЧС. Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Но вот испытание пламени Мономарка не выдержало. И вряд ли подлежит восстановлению. Кстати, говорят, арендатор устроил нелегальное АСТО. И работы шли в частном порядке, без официального разрешения. К другим темам. В центральном районе Новосибирска сотрудники госавтоинспекции провели единый день осмотра школьных автобусов. Перед новым учебным годом к транспортным средствам, которые перевозят детей, особые требования и пристальное внимание. Прежде всего, к техническому состоянию автобусов. Без нареканий должны быть рулевая и тормозная система, внешние световые приборы. Обязательно на наличие ремней безопасности, аптечек, огнетушителей, функционирование служебных, запасных и аварийных выходов. Словом, все. В ходе осмотра автобусов сотрудниками отдела технического надзора проводится техническое состояние транспортных средств, режим труда и отдыха водителями. А также путевая иная документация, необходимая для осуществления перевозки групп детей. Цель контроля – снижение предупреждения ДТП. Инспекторы осмотрели 30 автобусов. Ни одного нарушения выявлено не было. Значит, школьники в полной безопасности. Следующая такая массовая проверка теперь через полгода. Некоторые районы города и области не выдержали очередного натиска природы. Ливневки опять не справились. И после проливных дождей дороги ушли под воду. На этот раз настоящий водоем появился на перекрестке Красного проспекта и улицы Северной. Автолюбители столкнулись с неожиданными трудностями. Вот оттуда сверху с Залезского течет море. Вот автобусик плывет. И мы поплыли. А как без этого? Включаем акварежим. За короткий промежуток времени выпал большой объем осадков. На некоторых улицах уровень воды доходил до колен пешеходов. При этом был сильный град. Вот и град подоспел. Ё-моё. Градины вон они какие. Офигеть просто. Просто огонь. Вот это жесть сейчас на КЛС. Капец. Крупный град. В считанные минуты вода проникла во дворы и затопила тротуары. Жители искали любые пути обхода, чтобы добраться до дома или своих машин. Скрыться от ливня не помогали даже остановочные платформы. А вот это у тебя подпойся. После ливня на небе образовалась вот такая радуга. Её можно было наблюдать в разных районах Новосибирска. А после прокурорского вмешательства в северном районе региона всё-таки появятся тротуары. Проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения выявила грубые нарушения на улице Советской этого населённого пункта. Суд удовлетворил исковые требования Назорного ведомства. Исполнение на контроле в прокуратуре. И последнее. Жители Чистоозёрного района у нашего региона наказали рублём за беспечность и забывчивость. Водитель не спешил оплачивать штрафы, а правила дорожного движения нарушал частенько. Задолжал почти 80 тысяч. Тогда на все его сделки и регистрацию недвижимости судебные приставы наложили ограничения. Мужчина понял, что квартиру ему не продать, и нужная сумма нашлась сразу. Правда, пришлось заплатить сверху ещё 15 тысяч исполнительского сбора. И на этом пока всё. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работал Вячеслав Горланов. Оставайтесь на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok